С каждым днём в социальных сетях появляется всё больше видеозаписей, на которых запечатлены смоляне, гуляющие по тонкому льду. Некоторые из них даже катаются по нему на коньках и играют в хоккей на водоёмах. Такая ранняя активность, стремящихся к ледовым развлечениям, настораживает МЧС. Нашей съёмочной группе удалось побывать на специально организованных учениях. Обычная прогулка по льду может закончиться плачевно, а более чем наглядно это демонстрируют специалисты регионального МЧС. По легенде учений, один из рыбаков провалился под лёд, и сейчас сотрудники МЧС должны его спасти. Вот сейчас они используют конец Александрова. Человек хватается за свободную верёвку, и его будут доставать прямо из-за льда. Конец Александрова — это один из нескольких штатных способов спасения человека из ледяного плена. К ним относят использование спасательной доски, на которой пострадавшего можно дотащить до берега. Выбраться из плыньи самому без посторонней помощи очень сложно, даже хорошо подготовленному человеку. Лёд, он коварен ещё чем? Что человека засасывают под лёд. Но, то есть ноги, даже будь это озеро, стоячая вода, человека всё равно ногами уходит под лёд, его может засосать. А так нужно держаться, цепляться за лёд. То есть нужно вместо пролома идти там, где провалился. Времени на спасение не так и много. Примерно пять минут. После чего начинается переохлаждение организма. Человек быстро устает и перестаёт бороться. Здесь-то и понадобится помощь с берега, но и помогающему нужно быть осторожным. Ни в коем случае при оказании помощи не подавать человеку руку. Обязательно использовать любой элемент одежды, шарф, курт, как повторяю. Любые предметы, которые длинные, которые можно достать и вытащить. Даже тот же самый бур или пешня, которая у любого рыбака есть. Чтобы не допустить рыбалки с трагическим исходом, пока вообще лучше от неё воздержаться, напоминают спасатели. Морозы ещё не сильные и не стабильные. К тому же в регионе близится потепление, которое крепости льда точно не поспособствует. Максим Филипенков, Максим Григорьцевич, Вести Смоленск.